Ну, в дыхании был приучитель, и он когда читает, заприняет словами. И это не вырезает при монтаже. Он же сам его имонтирует. Понятно. Вот этого у нас не было никогда. Всегда, так сказать, был звукорежиссёр, как минимум. Но дальше уже были и режиссёры, и, собственно, и композиторы, и сценаристы. Ну, это дворечек не играет, она, собственно, какая-то. Понятно. Ну, собственно, даже не играет этой ниши, книги как можно проще, как можно дешевле. Мы классику не делаем просто так. Мы, если делаем базику, то либо это качественное чтение с более-менее резким актёром, либо это спектакль, либо мы делаем некий пересказ. Это тоже региональная вещь, если это не полный текст, это пересказ его. А скажите, вот Вы же, правильно, имеете свою студию в фонарках? Ну, звукозапис. Или пользуетесь с такими, например, сторонами? Ужимся. А свою имеете? Нет. То есть, с какими, например, студиями у этого створения цена? Производственными, например, створения? Ну, изначально и до сих пор мы работали со студией Лобос, достаточно длительной студией. Пишет книги, если бы, писал и пишет. Вот, как бы, из частей, которые там работают и получают очень хорошую школу, там есть, соответственно, профессионалы, которые их учат начитывать. То есть, они очень быстро набирают умения. Опыты умения, вот, когда на стадии молодых актёров приглашать, они, вот, под руководством предприятия, очень местно набирают качество. Вот. Дальше мы работаем, собственно, с центральным духовным издательством, это студия Миногеймс. Мы работаем с подъездовым центром Вимбах. Мы работаем со студией Борисова. Мы, на самом деле, поставили в диалог с новыми студиями, с новыми режиссёрами, потому что и нам, и, собственно, слушателям, наверное, интересно видеть разные авторские и творческие манеры, разных шестов, разных композиторов. В общем, чем разнообразнее выбора возможностей, тем лучше. Заодно, кстати, к этому вопросу, к Лобусу. У нас, вот, вопрос был по поводу Заборовского, Юлия. Ну, знаете, наверное, вот. Я не знаю, это на ведущих сетцов Лобуса. И, вот, вопрос, как бы, в последнее время у вас, ну, не упускали в данной книге с его прочтением. Может, это, вот, как бы, прошёл слух, что ему запретили читать что-то на СССР? Да. Вы правильно? Ему запретили читать кто? Врачи, врачи, врачи. Ну, скажем так, режиссёр, из Лобуса, с которой мы общаемся, она, ну, говорила, что немножко он устал. Вот, видимо, это в мягком деле было подтверждение этой информации. Потому что, ну, в прошлом году пытались, и я лично пытался и зарантировать на третью творческую. И, ну, как бы, заставившись мне, ну, скажем так, задаваться в СССР. Ну, он достаточно сильный в возрасте, то есть, я думаю, что он один из самых... Ну, корифеев, да, то есть, он по возрасту, ну, хорошо, до 70, может быть, человеку уже просто тяжело работать. Это такая вещь. Возраст и трудностей. Бывает, что он так поражается. Вот. Значит, и, конечно, несмотря, как бы, вопрос о качестве выпускаемой продукции. Значит, конечно, все, как бы, говорили еще древние, кто не работает, тот не ошибается. Вот, вы, наверное, постоянно, часто сталкиваетесь с того, что, ну, бывают какие-то шерковатности в ваших книгах. Бывают не шерковатности, а ляпы даже буквально. И как вы, вот, вы уходите из этой ситуации, как боретесь за качество продукции? Да. Любимые исправили вот этих вот ляпы. Потому что она, видимо, великолепно, начали бы на Заветске. Книга Белянина и кусок, там, 10 минут, ну, просто какой-то момент. А, да, да, даже девочка не читала. Да, да, даже девочка не читала. Я, думаю, удивилась, что девушка, но это уже… Ну, просто добровольцы. Да, просто добровольцы. Понятно. Ну, это просто последний тираж такой. Что-то будет переела мастер-фонографа и заменена на заводе. То есть, это на заводе, да? Нет, нет. Браг, видимо, нашу систему тогда допустил. Угу. Бои и не готовы. То есть, заснуты на такую вещь. Ну, так, вот, по поводу качества. Как вы, ну, как бы, вливаетесь на безумного качества? Мы сейчас говорим о техническом качестве или о художественном качестве? О техническом качестве. На техническом качестве. Художественные, вы уже, знаете, что у вас промоузер работает по-другому? Кто читает, ну, гирургическое качество. Что-то такое. Ну, нужно связываться с теми, которые случайно этим занимаются. Собственно, у нас все высокоречивые профессионалы. То есть, я бы, если вы идите здесь или просто перепроверяете фонограмму? Мы перепроверяем. То есть, высокоречивый, который дает свою работу, он, ну, производитель фонограммы, он, естественно, ее, так сказать, послушивает и т.д. Сводит, монтирует. А вот есть такая вещь, как «нестание страниц». Так такое, потому что это маленький нюанс. Вот Лобус, он принципиально оставляет «нестание страниц». Процесс присутствует. Да, что он получился. Ну, с часа, когда перефект присутствует. Даже иногда, вот, например, актует, ну, стреливает небольшой дух там, или, может быть, ну, вот, он разводит слюну, слюну. И это зачастую они, может, приглушит, но оставляет своих фонограмм. Потому что тогда получается какое-то ощущение, что человек приходит рядом, и ты слышишь его. То есть, персональный мечтец, вот, изображает фонограмма, а у вас все это дело очищается? Конечно. Ну, если это единственный, как бы, художественный способ передать живое произведение, то, в общем, ради Бога. Просто вам бы не понравилось, наверное, если бы вы смотрели фильм, и там были бы заставки, там, дубль пятьдесят первый, начались, там, макро, для того, что это лишнее. То, что остается загаданным, должно остаться загаданным. Есть, как бы, как художественный прием шуршания лицами, ну, вот, например, записали Людмиленштейн на Улицкой, это роман с письмами. Там, как бы, у нас... Ну, каждый трек – это письма. Соответственно, он начинает с того, что человек разобращивает письмо и читает. Там, как художественный прием, это оправданно. А вообще, прилистово-осторонительно, это брак записи. Это просто будет. Нет, ну, просто, у кого бы умение, только буквально мы с Татьяной и разговаривали, что с Елисандой встречались, мы и зубы-режиссерка в России без образца. Вот она оставила, вот, для меня это. Разговаривали большое. Ну, и если по этой технологике идти дальше, то нужно оставлять согреться, кашенье, но я не вижу паразитов между листами страниц, там, щелчками, клипами, разговорами. Вот, большой. Понятно. Дальше, вот, у нас есть ряд интересных вопросов по поводу, вот, как раз, где вы продаете ваши продукты. Вот. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok